Спасибо большое за приглашение. Тема действительно очень интересная, в том числе с точки зрения патогенеза. Безусловно, мы работаем в рамках классификации Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована в 2017 году. И если обратиться к этому руководству, то, как сказала уже Замир Ахмедовна, это довольно редкое заболевание, составляющее менее 2-3% злокачественных образований щитовидной железы. И можно все медулярные раки поделить на две большие группы неравные. Это спорадический рак, который составляет 70-75% случаев, возникает, как правило, у людей среднего возраста, это солитарный узел. И группа наследственных образований, которые составляют до 1-3 случаев, как правило, развиваются у более молодых пациентов и входят в состав наследственного синдрома МЕН-2. Что же общего или разного в патогенезе этих образований? Их роднит, пожалуй, только довольно частое выявление мутации в гене РЭД, который является облигатным наследственной мутацией для наследственных форм рака и выявляется в довольно большом проценте случаев спорадических раков. Но при этом различия тоже довольно существенные, но мы начнем все-таки с того, что общее. Это РЭД. РЭД – это трансмембранный белок, который приводит к активации внутриклеточно двух сигнальных путей, которые всем хорошо известны, которые зачастую участвуют в патогенезе различных опухолей, различных локализаций. Это мапкиназный путь, компонентами которого являются белки РАС, РАФ, МЕК, всем известные, и ПИ-3К, МТОР, АКТ, сигнальный путь. Оба этих пути приводят к активации пролиферации клеток, повышению их способности выживать в условиях окружающей среды, а также к повышению способности к инвазии. То есть это туморогенный эффект, очевидный, который через РЭД реализуется. Что из себя представляет этот белок? В норме он состоит из трех частей, у которых есть у него внеклеточная часть, внеклеточный домен, который в свою очередь состоит из двух отделов. Это катхерин подобный. Катхерин, известно, это группа белков, которые в первую очередь реализуют межклеточные взаимодействия и участвуют в поддержании целостности клеточного пласта для эпителиальных опухолей. То есть это очень важная функция для эпителиальных опухолей, большинства из них. Есть богатый цистеином домен, трансмембранный домен и внутриклеточный домен с тирозинкиназной активностью. Тирозинкиназы хорошо известны в патогенезе, опять же, различных опухолей. И именно за счет тирозинкиназной активности реализуется трансдукция сигнала из внеклеточной среды во внутриклеточную. В норме функционирует этот рецептор следующим образом. У него есть целый ряд легандов, с которыми он способен связываться. И при связывании с легандом происходит димеризация рецептора. То есть для того, чтобы сигнал изнаружи клетки, из внеклеточной среды попал внутрь, необходима димеризация рецептора. То есть когда происходит спаривание двух субъединиц, и только тогда происходит активация тирозинкиназного домена и активизация всех нижележащих внутриклеточных путей передачи сигнала. Эта мутация в этом гене, который кодирует данный белок, представляющий себя рецептор, встречается в наследственном раке, является характеристикой этих опухолей. И мы знаем, что МЕН-2 синдром подразделяется на две неравные группы. Чаще всего это МЕН-2А, которая также с точки зрения клиники может манифестировать в виде очень разных сочетаний опухолей. Классический МЕН-2А синдром представлен сочетанием медулярного рака щитовидной железы, феохромоцитомы и гиперплазии паращитовидных желез. Но может быть изолирована семейная форма медулярного рака щитовидной железы, а также сочетание с такими болезнями, как болезнь Гиршпрунга или кожный лихиноидный амилоидоз. Гораздо реже мы сталкиваемся с МЕН-2Б вариантом, который также представляет из себя гетерогенный набор различных заболеваний и проявлений с точки зрения фенотипа организма, у которого имеется такая наследственная мутация. Почему такое большое количество клинических презентаций и вариантов сочетаний опухолей? Это связано с тем, что мутации в гене РЭД могут локализоваться в очень разных его отделах. Разные части гена, которые имеют определенную длину, довольно протяженную, кодируют разные участки этого рецептора трансмембранного. То есть экзоны 8, 10, 11 кодируют вне клеточный домен рецептора, преимущественно его цистеиновым, богатую цистеином часть. И вы видите, часть мутаций возникает именно в этом участке. Скажем, это самая частая мутация при синдроме МЕН-2А возникает в экзоне 11. Это как раз-таки вне клеточный домен рецептора. Другая часть гена кодирует тирозинкиназные домены. И в зависимости от того, в каком именно экзоне, в каком именно кодоне находится мутация, возможно различное клиническое течение, в том числе в плане агрессивного помедения медулярного рака у пациентов с наследственными формами этой опухоли. И вы видите, что мутации в тирозинкиназных доменах ассоциированы с очень агрессивным течением. Это в том числе одна из самых частых мутаций при синдроме МЕН-2Б в экзоне 16, кодон 918. Это очень раннее развитие медулярного рака. Это одно из показаний для профилактического удаления щитовидной железы у пациентов с известным генетическим статусом. То есть такая ситуация наглядно демонстрирует довольно часто встречаемую в различных локализациях историю, когда недостаточно просто знать, есть ли в гене мутация или нет. Нам необходимо знать конкретно позицию, конкретно в каком экзоне и в каком кодоне возникает перестройка, потому что прогнозы течения заболевания, либо комбинация новообразований, может существенно разниться в зависимости от локализации перестройки. На сегодняшний день для наследственного медулярного рака эта информация доступна. У нас есть данные о том, с какой именно перестройкой, в каком экзоне сочетается тот или иной фенотип, тот или иной набор различных новообразований. С одной стороны, это позволяет нам у пациентов, у которых уже развились эти обхоли, прогнозировать или, может быть, даже сузить набор тех тестов генетических, которые позволят подтвердить наличие наследственной мутации. С другой стороны, как я уже говорила, это может быть показанием для каких-то профилактических, довольно агрессивных хирургических вмешательств у пациентов, у которых имеются мутации с очень высоким риском развития медулярного рака и его агрессивного течения. Но что касается спорадического рака, то он существенно отличается от наследственного в том контексте, что мутация в гене РЭД встречается до 2-3 случаев. Если взять литературные данные, то здесь довольно широкий диапазон вариантов, потому что в части работ минимальное пороговое значение – это где-то 23-25%, то есть от четверти до 2-3 случаев спорадического медулярного рака могут иметь мутацию в гене РЭД, и в зависимости от локализации ситуация с точки зрения патогенеза сходна с таковой, какова есть в наследственном медулярном раке, и тогда мы можем прогнозировать течение заболевания, исходя из этой информации. Что же касается РЭД-негативных случаев, то довольно часто в них выявляются мутации в генах РАС, это H-РАС или K-РАС. Цифры тоже довольно существенно варьируют. При этом нужно отметить, что, судя по всему, мутации в генах РЭД и РАС являются взаимно исключающими, потому что большинство случаев с наличием мутации в гене РАС, то есть там меньше 2,5% у них есть еще сочетанная мутация в гене РЭД. Вероятно, они не сосуществуют вместе, но это вполне логично, потому что мы видим, что это компоненты одного сигнального пути, который в зависимости от того, где локализуется мутация, активируется на разных уровнях. Эта информация, безусловно, важна, потому что она позволяет планировать, в том числе, терапевтическую тактику, когда речь идет о диссиминированных образованиях. Кроме того, в более редких случаях возможно выявление перестроек с участием гена РЭД не по типу мутации, а по типу транслокации с формированием фьюжн-партнера с геном МИХ-13. Это не такая частая ситуация, но тоже приводит к активации сигнального пути РЭД-РАС-ММ и так далее. Кроме того, возможно, встреча фьюжн-партнеров с геном АЛК, который тоже известен довольно широко. Он встречается при различных образованиях различной природы, не только рак легкого или лимфомы, но мы можем встречать перестройки с участием этого гена в различных саркомах. И рак щитовидной железы медулярной тоже не редкость. Как правило, мы имеем дело с перестройками или транслокациями, перестройка МЛ-4 АЛК также встречается при некоторых саркомах. То есть в этом отношении она не является диагностической, но может объяснять патогенез этих образований, активацию сигнальных путей. Кроме того, в ряде случаев возможна гиперэкспрессия ИГФР или эпидермального фактора роста, что тоже может быть мишенью для воздействия терапевтического гиперэкспрессия ЦМЕД, ЦИКИД или фактора роста сосудов. Это встречается гораздо реже, но если встречается, то может служить мишенью. Таким образом, если немножечко резюмировать, то у нас есть две большие патогенетические группы медулярного рака щитовидной железы. Это наследственный, который ассоциирован в первую очередь с перестройками в гене РЭД. И течение заболевания зависит от того, где именно в пределах гена находится мутация. И есть большая группа спорадических раков медулярных, которые ассоциированы как с РЭД-мутацией, так и с мутациями в генах РАС, которые активируют сигналный путь мапкиназный, а заодно АКТ-МТОР, сигнальный путь. И есть ряд препаратов, которые позволяют блокировать компоненты этих сигнальных путей, что может быть использовано при выборе терапии. Спасибо. Спасибо.